Друзья, привет! Я Агатова Елена, тренер по фейсбилдингу GB Face School. В этом видео я хочу поделиться уникальным упражнением, которое поможет вам избавиться от залома в области углов рта, так называемых полумесяцев, или предотвратить их появление и впоследствии морщин. Если вам полезны наши видео, жмите на колокольчик или подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить полезную информацию. Как формируется залом в области углов рта? Очень просто. Это ваша мимическая ужимка, которая поджимает углы рта. Вот таким образом. Вы многократно воздействуете на эту зону. Почему такие глубокие складки появляются в области этой зоны? Потому что сюда вплетается несколько мышц. Это щечная мышца. Она отводит угол рта по направлению к уху. Если вы улыбаетесь в ниточку, отводя углы рта, что это не является верным и некрасивой улыбкой, когда мы просто растягиваем углы рта по направлению к уху, в этом участвует щечная мышца. Нужно улыбаться правильно мышцами вверх. В этом участвует малая скуловая. Она вплетается в эту зону. И мышца, поднимающая углы рта. Вот эти мышцы нам формируют красивую, правильную улыбку без зажимов в области углов рта. То есть мы должны тренировать. У нас есть много видео на эту тему, как правильно улыбаться. Просмотрите их, пожалуйста. То есть мы задействуем малую скуловую и мышцы, поднимающие углы рта вверх, мягко. Мягко, тем самым не создавая мышечного зажима в этой области. И вплетается в угол рта, в эту зону мышцы, опускающие углы рта. Когда вы постоянно зажимаете эту зону, многократно, многократно в течение дня и всей своей сознательной жизни, конечно же, у вас существует спазм. Что такое спазм? Спазм это когда мышца укорачивается при длительном воздействии силы на эту зону. А в эту зону вплетается несколько мышц. Соответственно, здесь будет более глубокий такой явный зажим или, как хотите сказать, залом. Происходят сосуды, они переламываются, и сюда не поступает кровообращение, и впоследствии формируется глубокая некрасивая морщина. Что же делать, как избавиться от этой проблемной зоны? В первую очередь, конечно, мы говорим о том, что нужно контролировать мимику. Это залог успеха красивого лица без морщин. Вы расслабляете углы рта, не поджимаете. Вам нужно синхронизировать головной мозг и эту зону. Множество есть техник расслабления. Мы дуем сквозь губы, расслабляя тем самым. Мы ставим язык между зубами, и тогда вы не сможете зажать углы рта. Вы приоткрываете слегка рот, челюсти, и уголочки рта тогда не поджимаются. Вы не сможете сделать здесь постоянный мимический зажим. Но лучше всего научиться контролировать, синхронизировать мозг и эту зону. Вы даете посыл, формируете новую нейронную связь о том, что эта зона должна быть в постоянном расслабленном положении. То есть вы максимально расслабляетесь внутри, на лице, и говорите, что происходит в этой зоне. Мозг проконтролирует. Расслаблена ли она? Пожалуйста, обрати на это внимание. Что происходит здесь? Итак, вы периодически несколько раз в день возвращаетесь к этой зоне, понимая, что там происходит. Если вы чувствуете, что она зажата, вы расслабляете. И когда вы будете каждый день, каждый божий день возвращаться в течение дня и контролировать эту зону, она впоследствии расслабится. Она расслабится, мышца получит... То есть, когда она получает постоянный-постоянный зажим и силу, то, соответственно, ей не хватает самой силы, чтобы потом просто расслабиться и вернуться в исходное положение. Что помогает сделать упражнения? С помощью динамики максимального напряжения и максимального расслабления мы выводим мышцы и спазмы. Они становятся более эластичными. Связки тоже становятся мягкими, упругими. И мышца возвращается в исходное положение благодаря динамике. То есть, постепенному максимальному напряжению и максимальному постепенному расслаблению. И прорабатывая эту зону, тем самым вы выводите мышцы и спазма. И кожа вслед за мышцей разглаживается. Но если вы будете в процессе продолжать не контролировать мимику, то мышечная память снова будет уводить. То есть, результат будет долгим. Вы будете стремиться долго, когда не научитесь контролировать мимику. Поэтому вы в течение дня доформируете новую нейронную связь, которая поможет вам потом в дальнейшем просто расслабиться. И уже никогда не зажимать эту зону ни при каких обстоятельствах. Даже когда вы находитесь в напряженном состоянии, ваше внутреннее. Я советую всем максимально расслабляться. И если не получается, то подышите просто глубоко и спокойно. Вернулись к этой зоне, мысленно ее расслабили, подышав спокойно. Давайте попробуем это сделать. Делаем глубокий вдох и расслабляемся. Не зажимая углу рта. Еще глубокий вдох. Такая небольшая медитация, которая займет у вас буквально 10 секунд. Глубокий вдох и выдох. Потому что я слышу много отзывов и просьб о том, что не получается расслабить подули. Кладем язычок между зубами, и он тогда не позволяет прижать углы рта. Но самый лучший контроль это от головы, от головного мозга. И когда многократные обращения к этой зоне, они сформируют вам другую привычку расслаблять. Губки всегда должны быть расслаблены. Помните, что углы рта это часть всей круговой мышцы, куда вплетаются и другие мышцы. Зажимая эту зону, тем самым мы воздействуем и на другие мышцы, которые формируют нам центр лица. Губки всегда должны быть мягкие, воздушные. Челюсти разжаты в течение дня. И уголочки рта не поджимаем к зубам. Этому вы учитесь в течение длительного времени, если у вас эта привычка уже настолько укоренилась. Но поверьте, это того стоит. Поэтому расслабляйте углы рта. А я показываю вам упражнение, которое поможет скорее улучшить эту зону. То есть вывести мышцу из спазма. Как я сказала, что все наши упражнения направлены на формирование эластичных связок между мышцами. И сформировать долголетие. В этой зоне молодость придать. Я говорю непосредственно, так как тема именно в этой области. Мышца это щечной, малой скуловой, углы рта поднимающие и опускающие мышцы углы рта. То есть эти мышцы у вас будут эластичными. И соответственно вы продлите молодость мышцам. Так как мышца это единственный орган, который склонен к самоомоложению. Итак, упражнение на проработку этой зоны. Мы формируем овал и попытаемся отвести угол рта, задействуя щечную мышцу, которая отводит нам уголочек рта по направлению к уху. Попробовали? И сейчас нам нужно прокачать эту зону от угла до щеки. Мы не только проработаем мышечный спазм, снимем отсюда напряжение, но мы также подтягиваем зону от угла до щеки. Подтягиваем и делаем такой лифтинг в этой зоне. Формируем овал, челюсти вниз слишком не тянем, не уводим жевательные мышцы в спазм, контролируем этот момент. И фиксируем оба угла подушечкой большого пальца. Вот таким образом. С одной стороны и с другой. И с фиксацией плотной у вас не должно быть расстояния между пальцами и углом рта. Вы отводите углы рта по направлению к уху. Под руками это будет выглядеть так. Другие мышцы в этом упражнении не участвуют. Другие мышцы в этом упражнении не участвуют. И расслабляемся. Когда вы убираете руки, пожалуйста, не поджимайте углы рта, не трогайте губки, не зажимайте их. Подуля. Еще раз обязательно расслабляемся. После этого упражнения, где вы должны чувствовать напряжение от угла до щеки. Не в жевательных, не в скуловых мышцах, а именно от угла до щеки. Тем самым вы формируете мягкую эластичную связку в этой зоне. На что еще нужно обратить внимание в этом упражнении? Верхняя губа у нас не заворачивается вовнутрь. И обязательная фиксация перед углом. То есть вот таким образом вы фиксируете. И угол не должен быть свободным и не зафиксированным. Выполняет упражнение 30 раз. Вы увидите, насколько улучшится зона в этой области. Уйдет такой мышечный спазм. Мышцы станут более эластичными, подтянутыми. И складочка постепенно будет разглаживаться. Можете еще язычком и пальчиком в этой зоне такими массажными движениями проработать, чтобы помочь коже, которая уже заломилась, расправиться. При этом не зажимая другие мышцы. Еще подбородочную не зажимаем. И расслабляемся. Дуем сквозь губы. Сделайте, пожалуйста, это упражнение. Контролируйте мимику и напишите мне отзывы, насколько эффективно это упражнение и удалось ли вам избавиться уже от существующих мышечных зажимов. И до новых встреч. Если вам непонятно это упражнение, если у вас возникают вопросы, берите консультацию с тренером. Это поможет вам без ошибок выполнить любое интересующее вас упражнение. Проработать все мышцы под контролем, чтобы потом не переучиваться. Нужно правильно понимать, насколько должна быть сила в том или ином упражнении, чтобы не создать ненужных мышечных зажимов, в других зонах или же непосредственно с той зоной, с которой мы работаем. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok